здравствуйте дорогие зрители и друзья программы круглый стол мы сегодня в канун праздника день независимости поздравляем в первую очередь всех кто смотрит эту передачу а также приглашаем вас включаться активно в комментарии и вообще вопросы нашего канала open tv на нашем канале есть много разных передач одна из них круглый стол что такое круглый стол спросите вы сейчас мы об этом вам расскажем есть такая вещь известная психологом коллективный разум как раз эту тему мы всегда проверяем на нашем круглом столе работает или не работает и сегодня как и во все наши другие передачи мы ставим какую-то довольно проблемную ситуацию перед уважаемыми участниками передачи и должны вместе сообща прийти какому-то коллективному решению используя тот самый коллективный разум то есть не то что каждый сам по себе большой умник а мы вместе сообща проверяем этот эксперимент работает не работает а дальше вы сами скажете свое мнение и присоединитесь к нам в комментариях канала open tv и нашей передачи итак начинаем как всегда со знакомства и для этого даже будем использовать вот такой некий предмет который тоже как наша передача круглый и по кругу мы начнем представлять себя я юдит вайсман ведущая передачи круглый стол телеканала open tv а теперь для того чтобы наши зрители еще больше вошли в наш круглый стол мы ответим все вместе на вопрос что вам лично каждому симпатично в нашем народе еврейском народе в израильтянах что свойственно именно нам каждый из вас назовет одно из качеств мне симпатично наше качество которую я не побоюсь назвать упёртостью к сожалению мы часто применяем его неправильно но если сможем применить его как надо у нас все получится я люблю качество для меня кстати еврейский народ израильский это два разных народа и я люблю израильский народ израильтян за их дух и за благородство и непоколебимость я люблю за семейственность я люблю свой народ за непоколебимую жизненную силу радость и всегда стремление к жизни ну а я люблю свой еврейский народ за чувство юмора потому что в любой ситуации мы найдем выход да как сегодня мы тоже перед нами будет довольно сложная ситуация мы подойдем к не к ней не только конечно с юмором но и серьезно чтобы реальным героем этой ситуации дать тоже свое решение и помочь им в этой непростой проблеме и так как и все наши передачи круглый стол наше обсуждение пойдет по кругу по неким правилам именно для того чтобы этот наш коллективный разум принес действительно реальные плоды и так наши правила круглые как этот шар то есть мы все равны мы говорим по кругу мы друг друга не перебиваем принимаем мнение каждого каким бы оно ни было мы не критикуем говорим коротко и стараемся прийти вместе к общему решению данной нам проблем это самое главное к чему мы должны прийти в конце нашей передачи и так ситуация ситуация реальная это я зрителям сообщаю как бы не только вам ситуация реальная имена вымышленные понятное дело но вы все кто знаком с такими людьми сразу же поймете о чем речь и сегодня мы поговорим о ситуации семьи в которой три брата двое старших алекс и михаэль служили в элитных боевых войсках саер от духи фат и саер от маткаль алекс был ранен при одной из боевых операций настоял после ранения вернуться в свою часть несмотря на это и соответственно родители леонид и рита были очень горды за детей в том же духе они старались воспитать и младшего рона он прошел серьезную подготовку даже прошел подготовку в парашютные войска но сразу после этой подготовки резко изменял свою позицию начал действовать с целью снизить свой профиль и не призываться в армию и родители и братья понятное дело вся семья были шокированы что вызвало большой скандал и неприязнь крону всех кроме ну разумеется мамы он никогда не рвался в армию тяжелая подготовка вот к парашютным войскам окончательно выбил из него эту идею и мать считает что семейные промывки мозгов только сбили с толку ее сына и он по характеру своему более нежен если бы служил где-то рядом все было бы замечательно и семья не превратилась бы в два враждующих лаги соответственно рита мама подавлена она считает что сын пропадает и просит как-то посодействовать восстановлению семьи это одна из ситуаций которые мы решаем на наши передачи круглый стол более того ситуация зашла в тупик ирон уже даже не появляется дома ночует у каких-то своих друзей и что мы можем сейчас в этой данной ситуации посоветовать этой семье до у мамы проблема она очень любит своего сына как и всех как и всех членов семьи как и двух старших сыновей отец понятное дело для него большая рана сыновья тоже сами братья не могут представить себе что так вышло что вы можете каждый из вас сказать выскажите свою позицию на на этот счет ну что я скажу во первых позиция матери мне абсолютно ясна она не могла быть другой но она на самом деле неприемлемо я считаю что для меня во всяком случае позиция отца намного понятнее и ближе он живет не просто по жизни а по ценностям у него есть идея он воспитал уже двух сыновей он считает что они должны давать долг своей стране в такой ситуации поведение младшего рана да становится драмой для отца и я сейчас честно говоря просто сопереживаю ему на самом деле как по всей видимости в тупике потому что человек уже самостоятельный 18-летний и вдруг выясняется что воспитание семьи не оказал на него достаточного влияния мне очень жалятся вообще-то я солидарна с вашей позиции с той позиции я честно говоря вообще недоумеваю как может быть в семье так понимаю с таким духом с такими хорошими традициями в семье которая живет на израильской земле в наше время растит мужчин вдруг такая такое явление в принципе я знакома с этим явлением в нашем обществе она меня всегда не то что возмущает она мне всегда просто обесточивает я не понимаю на что рассчитывают эти люди на какой стран на какой земле они собираются жить через 20 лет 30 что какое будущее будет на этой стране на этой земле если это явление будет расширяться и в семье то это вообще наверное просто катастрофа я не знаю это если представить этого что если бы я была в такой семье действительно раскол и разрыв абсолютный это просто не может быть иначе я сейчас на сижу и поражаюсь как люди прошедшие такую советскую пробывку мозгов как мы прошли могут вставать такой ситуации настолько как бы на позицию да мы вот все должны и так далее и полностью забывать при этом как бы человеческую сторону но сколько посмотрите что происходит в россии сколько маньяков закончивших армию полностью разломанных ходят с оружием заряженным и перебивают целые школы как бы вы хотите полностью сломать человека как бы сломать его физически сломать его душевно послать его на что-то на что он чувствует себя как бы не в состоянии я абсолютно поддерживаю точку зрения да что каждый должен давать обществу то на что он способен и каждый я ему обязан в какой-то мере но простите пожалуйста не значит что все должны отдавать одно и то же то есть я в этом плане настолько чувствую боль матери и я уверена что то что он сейчас как-то переменился может быть он не хотел стоять в тени своих старших братьев это очень сложная тень я просто самой трося на веет очень прекрасно понимаю и думаю что если поддержать его с любовью и с пониманием и как-то направить его может быть на другую альтернативную дорогу да может быть он не найдет себя в армии может быть он три часа три года сидит за каким-то столом в каким-то как секретарь может быть вяжет носки может быть повяжет носки а может после этого он будет заведовать каким-то какой-то ветви текстильного производства в израиле может быть этим поможет государство намного больше чем надеюсь она сохранится до того времени может быть и тем не менее тогда он как бы я хочу напомнить что мы не должны перебивать передачи и может быть тогда он принесет намного большую пользу чем государству чем быть сломанным абсолютно психопатом но я думаю ситуация во первых очень великолепная потому что она просто показывает нашу жизнь что она не бывает одинаковая для всех и что 7 маленькая семья это как просто пример как устроено наше общество есть разные люди с разными судьбами с разными характерами с разными способностями поэтому с моей точки зрения здесь нет ни правых не виноватых то есть каждый поступает и принимает решение зависимости со своим мировоззрением и я считаю что я поддерживаю каждого я не вижу проблемы в том что мама поддерживает сына и то что отец требует одного то что цепора требует чтобы он продолжал все мы разные но мы живем в этом мире и вся наша жизнь это на самом деле тот процесс когда мы учимся понимать друг друга и кто-то хочет что-то добавить потому что сказали я просто честно говоря я прошу прощения но мне кажется это просто возмутительно что все позиция 70-летний мальчик уже имеет свою жизненную позицию идти в армии не идти армию то сначала служа армии а потом обрети позиции мы будем сейчас выбирать только как должен отдавать долг стране то каждый выберет то что ему удобно не то что надо какой же в этом смысл смотрите можно извините пожалуйста никто не говорит никто не говорит о том что он может сейчас то есть я не совсем тоже никак бы не поддерживала бы факт того чтобы он совсем не шел в армию да но сама армия предлагает такое количество путей такое количество карьер такое количество возможностей от инженерного до любого другого как бы другой другой части день где не требуется там прыгать с парашютом или бегать 90 с весом 90 килограмм на спине через пустыню я не думаю что каждый на это способен я честно говорю что он пытается как бы откосить от армии извини за такое слово вот что плохо я не думаю что он пытается смотрите я вижу просто в этом очень лично для меня тоже очень объективно отказывается служить он снижает профиль до 21 то есть после этого уже никто в армии не возвращается это просто трагедия в семье это нет слов я думаю что она проблема на самом деле не в роне а рон это просто такой триггер который показывает что каждый хочет состоять на своем то есть папа и братья на своем и мама на своем он на своем нет такой единой правды на другая различная для каждого мне еще если честно не хочу добавить не сейчас на очень как бы не знаю я воспринимаю эту ситуацию тоже очень лично у меня трое детей как бы один там любит футбол и плавание вообще мяч от ноги отодрать невозможно другого как бы я вижу что у него существует как бы его тело только для того что переносить левую часть мозга то есть как бы абсолютно понятно что кроме консерватория не интересует ничего и когда он придет в армию очень сильно сомневаюсь что он пойдет в как что-то даже близко к боевым войскам и я смотрю на эту ситуацию мне просто больно от того как этот бедный рон превратился вот в игровое поле амбиции своих родителей своих братьев нет и должен и вот сейчас вот а эти уже братья наверное думают как это будет выглядеть если они начнут какую-то карьеру в армии что у них брат можно сказать такой отщепенец и папочка уже думает что он будет рассказывать друзьям за пивком и за водочкой и мама уже думает и все думают как это своих собственных интересах и никто не понимает в какой ситуации болезни находится он не думаю что он стал отказываться от армии если бы не прошел какую-то серьезную действительно психологическую травму при этой подготовке который он видимо прошел то есть там видимо произошли какие-то процессы никто не собирается роне помогать никто не собирается его в чем-то поддерживать никто не собирается разбираться что там собственно произошло нет все кричат ой не дай бог не дай бог еще люди узнают вот это у меня больше всего немножко внесем еще некоторую поправку в нашу историю даже не столько поправку сколько дополнение вы также зрители можете высказывать свое мнение в комментариях а сейчас продолжение истории то есть сейчас пока наши позиции уже более или менее ясны часть поддерживает родители часть и братьев часть поддерживает рона часть вот марик например да говорит что на самом деле никто не прав никто не виноват а посмотрим что было дальше и дальше уже соответственно решим опять же напоминаю мы на передаче круглый стол и наша главная задача прийти коллективному к общему решению этого вопроса когда не каждый сам по себе знает и свои позиции отстаивает и остается там где он уже и так находится а мы все вместе приходим к новому решению которая приносит пользу и этой семье и всем остальным кто находится в таких ситуациях окей и так дополнительная информация после всего понятное дело конфликт который возник в семье скандалы и прочее прочее он пошел во флорентин там уже давно живет копит деньги и собирается понятное дело уехать в америку вдруг один из его братьев обнаруживает на его стене фейсбуке открытое письмо рона который вот звучит звучит следующим образом я сейчас его прям вам зачитаю и так он выставляет письмо наверное прощальное может быть и просто одно из но оно открыто на этот раз для всех так он пишет я пишу это потому что до сих пор меня никто и не услышал пишу своим родным и знакомым пишу нашему славному правительству и военно командующим и мне не важно будете ли вы меня лайкать или на меня лаять я мог бы стать прекрасным солдатом пойти путем моих братьев и все бы меня любили и хвалили но я не понимаю зачем служить в армии когда правительство моей страны будь то правый левый средний какие угодно видят в ней только средства для политических игр и власти зачем служить если при приеме на работу никого не интересует где ты служил а только твои способности раздавить всех на своем пути зачем воевать за страну когда сам народ ее не желает когда он разделен на религиозных и нет белых и черных правых и левых которые собравшись здесь после вековых скитаний плюют друг на друга разобщены еще больше чем в галути и готовы валить отсюда куда угодно даже в тот же самый берлин где нас жгли миллионами зачем служить если ценности нашего народа составляют только деньги и развлечения ведь это все можно найти в любой другой стране и куда больше когда детей и в школе и по телевизору пичкают дерьмом а учителей интересуют только зарплату зачем служить народу который сам не ценит своего права быть народом папа возможно ты мне этого не простишь но я не собираюсь сделать вид что это та страна в которой я бы хотел воспитать твоих внуков я знаю что ты там сам всегда был готов воевать за израиль о которой мечтал еще в россии но ты остался наивным мечтателем в то время как сегодняшний израиль превратился в проваленный проект и если мы сами не закроем его разъехавшись куда угодно то страны мира закроют его нам навсегда и будут правы прости если можешь но я не могу играться в слепого дурачка только для того чтобы потешить твои несбыточные мечты байрон тяжелое письмо такое письмо ну тяжелое легкое вы сейчас сами скажете в том числе и наши телезрители может быть и какие-то наши зрители тоже отождесят себя с этим письмом с этим автором этого письма в общем-то наш продолжение нашего диспута а также наша цель вообще всей нашей передачи прийти к общему решению что мы скажем рону что мы скажем его семье по сути дела что мы можем предложить этим отчаявшимися людям может быть уже давно потерявшим надежду что что-то изменится и так пробуем искать вместе верное решение этой ситуации не обязательно по порядку но с предметом в руках ситуация типовая да отражающее настоящее положение дел в стране и мальчик вот так вот вылил все что все боль что была у него на душе поехали я начну я думаю что рон столкнувшись с трудностями спасавал нашел себе красивую отговорку красиво она потому что отчасти и даже в большой степени верна все то что он сказал с большинством из этих утверждений трудно спорить в них есть рациональное зерно истина я не буду с этим даже спорить но рон к сожалению сказал так вы плюете друг на друга а я плюну на вас он признал свое поражение признал что и сам он ничем не лучше других и вот это уже действительно не просто его проблемы не просто проблемы этой семьи это проблема нашей страны у нас нет видимо достаточного нужной атмосферы нас нет духа который мог бы поддержать людей особенно молодых неопытных людей которые попали в такую ситуацию да что сказать в семнадцать лет конечно и человек сталкивается с настоящей жизнью и весь налет героизма может я понимаю раствориться и вдруг он видит жизнь такой какая она есть но это есть мужество выстоять вот в первом ударе и тогда ты начинаешь обрисеть обретать себя кем же ты тогда будешь ты сразу спасавал и видишь только я понимаю что у нас общество потребителей и что и что и мы все видим как наша страна как бы дух уходит и расползается у нас между пальцами и молодежь совершенно не чувствует не чувствует ценности этой земли они не то поколение которое вот как отец рона мечтал приехать в цион как говорится и и просто буквально и не и я уж не говорю о поколениях о первых поколениях поселенцев которые эту землю буквально ногтями обрабатывали чтобы здесь что-то росло это поколение изнеженное это поколение навеянные всякими какими-то не знаю говорим о политике нет вот эти левые веяния вот это мир был вот это блаженная такая иллюзия которая просто действительно он прав он говорит очень верно что этот проект под названием израиль сворачивается и уже все страны решили что его не будет арон первый подставляет плечо под это гнилое решение и вместо того чтобы сказать нет эта страна будет она будет здесь обязательно вопреки всем тем которые продали правительство неправительство какая разница если народ сам решит что это наша земля и отсюда не сдвинется этот народ невозможно будет сдвинуть нет он решил так он первое ее предает именно и более того это обрисовал еще как будто он это просто не знаю он вопреки своей семьи да папа я тебя разочарую дурак ты рон я тебе скажу не знаю где он находится просто мама понятно у нее душа болит ее сердце подельно на три части что они говорить но елки-палки у нас или есть страна или нет или мы сейчас снова соберем чемоданы на свои спины и как всегда куда-то пойдем только идти мне кажется уже больше некуда давайте дальше посмотрим что скажем мне на самом деле в такой ситуации даже 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 мне очень сложно принять позицию рона потому что ну это как позиция на самом деле то есть если бы это было например в семейном формате да позиция я лично знаю такое личного окружения вот как раз пережили такой случай в котором сын оказался тяжело больным психически и отец сказал что он этого выдержать не может и разводится сейчас как раз женой покидая детей то есть в личных рамках мы бы такой случай конечно не приняли и я считаю что государственных рамках он тоже неприемлем когда ты говоришь что ну я покидаю можно сказать тонущий корабль вопрос в том какой мы можем на личном уровне дать им ответ то есть как как они могут решить эту ситуацию ведь у нас же был поставлен вопрос как можем и помочь правильно именно мы должны в конце концов прийти к общему решению и действительно сказать свое слово и рону и его семье то есть не просто ты нехороший мальчик ну а вам мы очень сочувствуем я думаю что первый ключ к этому конечно с этого я начала как бы тоже для себя что первый ключ это дать ему понять что мы принимаем его таким какой он есть принимаем все таки при всей боли то что он прошел и те решения которые для себя принял хотя это не те решения которые бы мы приняли для себя и и попытка все таки объяснить ему что все в этом государстве в его руках оно молодое совсем молодое совсем новое все еще можно извините на самом деле я не ожидал такого порода событий июля так трагически прочитал это письмо тут аж такие ощущения очень появилась как ощутил очень близость к тому что этот парнишка написал и чувствуется что это крик души и действительно прочувствовала и молодец я думаю что проблема много глубже чем то что просто или мама защищает или папа говорит так или цепора на него наезжает это на самом деле он очень серьезный парень с формировавшимся каким-то миропониманием не боится высказать свое мнение он не знает что делать просто обычно все уезжают и он уезжает то есть если бы он знал какой-то другой способ решения может быть он бы пошел он видит что семья его не понимает и неважно какими словами он говорит там за этим всем стоит один крик души то есть он не согласен с ситуацией он да любит Израиль это чувствуется в его сопоставлениях но вот такой Израиль как сейчас он не может с ним согласиться что делать он не знает и поэтому он решает убежать я думаю что на самом деле эта ситуация просто дает возможность всей семье перейти на новый уровень связи между семьями то есть на самом деле если они постараются услышать друг друга и он родители и родители его то они вдруг увидят что они найдут совместное решение они необходимы потому что мы все живем в нашей стране она наша страна и нам действительно уезжать некуда поэтому нам доискать нам это решение совместно можно коротко добавить когда я заканчиваю мне кажется хочется одно предложение добавить что что в каком-то плане в начале цепора сказал что все то в чем вся эта мораль вся эта этика в которой воспитали его в семье она как будто бы пропала выветрилась из этого письма и вот сейчас вдруг я это поняла когда говорил Марик стало понятно что на самом деле он такой же идеалист как они если не больше чем они и он эти идеалы семейные впитал в себя просто он очень такой в своем идеализме пьюрист как это сказать то есть как бы он воспринимает все все вещи очень очень чистыми и когда они не такие чистые перфекционист что ли он не способен вот это как-то переварить и в этом ему нужно может быть помочь что же замечательные были высказаны мнения теперь у нас есть три минуты прийти к общему мнению более того это мнение должно быть практическим советом вот сейчас мы и услышав все что сказали все друг друга как бы все мнения которые были высказаны включившись в боль родителей заботу братьев тревогу матери и вот этот крик души Рона все вместе как будто это наша семья и как будто эти проблемы это не проблемы и отдельной семьи и отдельного государства это проблемы нашего государства и сегодня в день независимости мы именно хотим помочь всем нам объединиться как за этим круглым столом чтобы весь народ Израиля также объединился и на всех мероприятиях которые сегодня вечером будут вокруг салютов и завтра вокруг всех шашлычниц мы также здесь сегодня хотим объединиться с каждой семьей и хотим помочь вместе сообща найти решение каждой проблемы так вот сейчас мы не говорим об отдельной ситуации не о Роне не о его матери не о каких-то там братьях и их амбициях мы говорим о нашей с вами проблеме именно о нашей у меня проблема у Марика, у Маши, у Ципоры и у Олега у всех нас это проблема это наш сын это наш брат это наша мать это наш отец мы сейчас все должны быть членами этой семьи и прийти общим решением что мы делаем да как мы говорим с Роном с нашим братом и как мы говорим с нашей семьей что мы советуем конкретно решение 3 минуты ну я согласен с тем что проблема более общая это ответить Рона действительно мне сразу открыло глаза я понял что дело не в семье дело в том что происходит между нами а на семье же это отозвалось откликнулось в данном случае плохо откликнулось я думаю что в такой ситуации семья сама должна это понять что это не лично ее проблемы из этих дебри не может быть выхода она должна приподняться над ними с помощью вот вот этого самого стола неважно в каком виде он будет съехаться на пикник завтра буквально во что бы то ни стало договориться с Роном вытащить всех и обговорить ситуацию на новой ступени с точки зрения общей семьи страны народа как до этого дела дошло как это можно исправить без какого подъема я не вижу выхода давайте время поджимает короткое практическое решение действительно если семья сможет вот все высказанное мне как бы так навеяло мне такое ощущение что если семья сможет обсуждать эту проблему как будто это не их частная проблема что проблема как мы ее обсуждаем что это проблема как бы вне нас но каждый принял ее близко к сердцу объективно причины если пути выхода потому что жизнь она такая вещь там всегда проблемы их надо как-то решать я так понимаю что речь идет о людях которые которые любят Израиль и об одной семье это самое главное если всегда исходить из этой точки изначально если они решатся мы любим друг друга и мы любим эту землю и отсюда мы будем обсуждать эту проблему это проблема поколения это проблема поколений это проблема нашего времени это проблема влияния общества это много проблем но мы выстоим мы как семья выстоим и у них я думаю получится не знаю как но постараются получится итак практическое решение сесть поговорить сесть и поговорить принять друг друга с любовью как мать принимает своего ребенка которая даже может кричать на нее иногда даже поднять на нее руку но она за этими симптомами видит настоящую болезнь и не воспринимает это как-то эти симптомы вот как на экране своего эгоизма а вот видит в корень проблемы пытается со всей вот любовью принять и так они должны тоже сесть все вместе принять друг друга выслушать друг друга и я уверена что как только вот все эти демоны выйдут наружу вдруг обнаружится как все абсолютно нормально может быть ирон переменит свое решение но в любом случае он почувствует что его любят и что принимают таким какой он есть и тогда часть этого протеста как бы выветрится сама собой спасибо я желаю чтобы такие ситуации были в этой семье постоянно и чтобы все братья бунтовали и родители тоже по очереди только это позволяет на самом деле снова соединиться потому что разобщение и объединение это две стороны одной монетки поэтому они вырезали ситуации мы их можем пригласить за этот круглый стол или они могут сделать такое же дома просто надо соблюсти одно действие они должны каждый раз войти в состояние того человека который говорит как сказала Маша с любовью ну что же я подытожу если я подытожу не совсем верно как вы считаете вы меня можете поправить итак Олег предложил круглый стол семья садиться вместе и просто откровенно говорит по душам цепора говорит о том что мы должны войти в эту ситуацию именно взять принять ее близко к сердцу и предложить всем людям именно так и решать ситуации друг друга то есть садиться вместе опять же и принимать позицию другого человека именно так как будто это с ним происходит с каждым из нас Маша сказала прекрасные слова любви и заботе которая покроет все все недостатки всех а также именно покажет все таланты способностей и самые лучшие качества каждого ну и Маша сказала чем хуже тем лучше а на самом деле что все кризисы в семье они только еще больше объединяют и поднимают отношения на более высокий уровень а так а также пригласил всех ну такие круглые столы одна фраза которая сегодня наверное вышла из этого стола что все проблемы решаем сообща в кругу с заботой друг о друге взаимопонимание да согласна конечно ну что ж наверное это мы предложим семье Рона и пожелаем всем им удачи пожелаем им всем вместе отмечать праздник дня независимости а также поздравляем всех вас зрителей нашей передачи и других передач open tv открытого телеканала поздравляем до свидания до новых встреч счастливо завтра просыпаем до новых встреч